Эту фотографию разместила в сети Шанна Нейхаус, мама пятилетнего мальчика Кайноа. Подпись к этому фото до глубины души тронула сотни тысяч человек по всему миру. Видите это? Я никогда не испытывала ничего подобного. Вчера мой пятилетний сын, страдающий аутизмом, впервые встретил свою новую собаку, которую специально тренировали для помощи детям-аутистам. Торнадо. Мы переехали в Японию из США и почти два года ждали встречи с Торнадо. Эта фотография показывает вам лицо матери, которая сама не может обнимать, одевать, мыть своего сына, спать или дурачиться с ним, когда она увидела, как он спокойно лежит на своей собаке. По собственной воле, потому что сам ощущает связь с ней. Это лицо матери, которое тысячи раз видела, как ее сын, не мог наладить контакт, ни с кем, хоть и пытался завести друзей. Хотя бы одного друга. Хотя бы одного близкого человека. Она часами сидела рядом с сыном, когда он плакал по ночам, ведь у него совсем никого нет за пределами семьи, как бы сильно он не старался. Как бы не старался он следовать всем предписаниям, они не могли изменить его мир. И теперь она сидит рядом с сыном, глядя на него, и не может дышать, и не может произнести ни слова. Оно того стоило. Все борьба за специальные услуги, диагнозы, деньги, кипы заполненных бумаг, школьные собрания, слезы, каждый шаг вперед и каждый шаг назад, все наши сомнения о будущем. Почему-то теперь, из-за торнадо, я точно знаю, что все будет хорошо. Бесконечное множество раз я видела, как мой сын пытается преодолеть трудности, и справиться с болью. Бесконечное множество раз я плакала из-за этого. Но вчера я плакала по другой причине. Это чувство я не могу описать. Трудно представить, что чувствует мать, которая не может даже обнять собственного сына, не рискуя вызвать у него приступ паники. Детям-аутистам очень трудно наладить связь с окружающими людьми. Поэтому для помощи таким детям специально тренируют собак, они успокаивают ребенка во время приступов паники, следят за ним и предупреждают родителей, когда необходима помощь. Так как собаки чувствуют и ведут себя иначе, детям проще общаться с ними. Аутизм-это не болезнь, а особенность развития. Поэтому вылечить аутизм с помощью таблеток нельзя. Однако собакам это удается. Их забота, преданность, игривость и тепло помогают детям установить связь с окружающим миром. Дорогие друзья. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.